Евгений Алексеевич, добрый день. Добрый день. У патриотической общественности накопился целый ряд вопросов, которые лучше всего задать вам прямо, чтобы получить такой же прямой ответ. 4 ноября я опубликовал то самое письмо, которое вы мне передали. И возникла масса вопросов у людей, что действительно ли пришло такое письмо, и что происходит дальше. Идет разговор, но если мы говорим о том, что нужно вести диалог с американцами... Давайте напомним просто предысторию. Я так задал вопрос, не рассказав, что в рамках нашей рабочей группы был подготовлен законопроект о запрете вывоза детей в Соединенные Штаты Америки. В этот законопроект... О запрете платить дань детьми. О запрете платить дань детьми. Этот законопроект был отправлен в Министерство образования. И связано это с тем, что мы на сегодняшнее время в Соединенные Штаты отправили уже полмиллиона наших детей приблизительно, по приблизительным подсчетам, вот за эти 20 лет. И мы проект закона направили в Министерство образования. Каким-то образом о нем прознали посольство Соединенных Штатов. И через неделю попросили объясниться, почему мы пытаемся подорвать поставку детей в Соединенные Штаты Америки. Дети, я так понимаю, Соединенные Штаты наши нужны, потому что это хороший генофонд для развития американской нации. То есть пришло письмо по электронной почте, где вам приглашили встретиться, обсудить и вызвали на ковер. Вот так писали некоторые комментаторы, что вызвали на ковер. Я бы, конечно, не стал так, наверное, говорить. Хотя они думают наверняка именно так. Ну так и есть, да. Мы должны с вами понимать, что это письмо, наверное, ко мне это пришло, как говорится, в лоб. Но я думаю, что такого рода обращения или механизмы, они были запущены по целую ряду чиновников, политиков, которые могут повлиять на процессы и так далее. То есть я просто понимаю в этом ключе, как человек, который давно занимается политической деятельностью, что американцы просто запустили на своем уровне механизм, чтобы снять проблему. Причем до того, как эта проблема получит обороты официального характера. Ну да, чтобы законопроект вообще не был нанесен. То есть мгновенно началось на меня давление. И давление, ну можно его назвать, что оно случайное, но я так подозреваю, что оно не случайное. Из разных инстанций начали как бы беспокоиться по поводу тому, что вот неправильный закон вносится, и не нужно его вносить и так далее и тому подобное. Это мы четко тоже должны понимать, что такой механизм работает. Это механизм мягкой силы. То есть проблему, чтобы ее не было, ее лучше снять изначально. Вот так американцы и действуют. Для этого у них есть система отслеживания всех процессов в России. Мы, ну просто я с этим раньше сталкивался, они знают все, что происходит в России во властных институтах, в проектах законов, кто чего пишет, кто какой комитет готовит какую резолюцию, какую готовит позицию по законам, по деталям, по поправкам. Они знают это лучше, чем наши собственные депутаты, аппарат соответствующих комитетов, например. Потому что там если сотрудник аппарата, там комитета по экономике, он там не знает, что происходит в комитете по бюджету так детально, а американцы все это знают. Для этого у них система есть. Грантополучатель 20 тысяч человек в Москве. Это специалисты-политтехнологии. Они получают бюджетное содержание 100 миллионов долларов официальный в год. И в плюс еще на такие события, как выборы или какие-то важные, еще миллиарды, ну как бы дополнительно, как заказ. Поэтому эта система работает, она профессионально достаточно. В данном случае я это рассматриваю, как мягкое предупреждение. Предупреждение, первого уровня, не лезть в эту тему. Ну вот люди спрашивают, пойдете ли, пригласите ли к себе в гости, как? Не знаю. Я думаю, что надо закон внести, а потом уже думать о дальнейших шагах. Может уже и звать перестанут, да? Я как раз считаю, что надо поддерживать диалог. Потому что только мы в диалоге сможем освобождаться от внешнего оккупационного влияния. Потому что мы живем в таком мире, когда надо дипломатия, диалог. Вот это важнее, чем какие-то там жесткие силовые действия. То есть мы должны продавливать, отдавливать от американцев от рычагов управления Российской Федерацией. Не то, что их обрубить. Что было бы, конечно, неплохо, но у нас для этого нет сил. И неизвестно, какие будут последствия. Я как раз сторонник отдавливания их от рычагов. Я думаю, что именно вот такой путь он будет реализован в России в ближайшее время. Не только, я о себе говорю, в более широких масштабах. На прошлой неделе еще интересные новости поступили по поводу другого закона, который мы разработали в рамках нашей рабочей группы. Я имею в виду закон о запрете чиновникам иметь имущество за рубежом. Я вот открываю газету и читаю интервью депутата Железняка. Тоже из «Единой России». Уважаемый коллега. Да, уважаемый коллега, который говорит о том, что «Единая Россия» собрала 500 тысяч подписей в поддержку законопроекта о запрете имущества, значит, иметь чиновникам имущество за рубежом. Очень хорошо. Видите, «Единая Россия» двигается в правильном направлении. Это хорошо, что они собрали 500 тысяч подписей. Правда, мы не видели ни тех, кто собирает, мы не слышали... Ну, может быть, где-то в организациях просто. Все-таки в «Единой России» полтора миллиона членов. Вполне могли где-то собрать организации и расписаться. Ну, нам удалось собрать 15 тысяч. Масштаб нашей организации пока значительно скромнее, поэтому... И позже начали еще. И позже начали. Поэтому нельзя исключать возможности, что собрали еще 500. Того 515 тысяч подписей. И возникает вопрос, а какие законопроекты внесены в Думу? На сегодняшний день в Государственной Думе есть только один подготовленный нами с вами проект закона. Закон о государственной службе, где предусмотрен запрет для чиновников иметь имущество за рубежом. Ровно в той терминологии, о которой говорил Владимир Владимирович Путин, когда предложил поддержать этот закон. Других законов сегодня в Государственной Думе не внесено. Потому что говорят, что есть еще проект Железняка, есть проект Лысакова. Эти законы как тексты есть. Как тексты они есть. То есть неофициальные тексты. Эти тексты не являются внесенными. То есть они не прошли Совет Государственной Думы. И тоже потому, что они не содержат необходимый набор документов. То есть в этих текстах авторы не подготовили набор документов для цели внесения. Причем поскольку уже мы об этом говорим четвертый месяц, то за четыре месяца, наверное, можно было подготовить любой документ все-таки. Я согласен. Но вот тем не менее этого не произошло. И поэтому этих законов юридически нет, как проектов. Есть только один проект, который мы с вами подготовили, Государственные Глажданские Службы, и это ограничение. И я как раз и скажу из того, что этот проект надо принимать, раз других нет. То есть фактически... Мне-то в общем важно, чтобы решилась проблема. Я не за авторство. Но проблема не решается. И когда, с одной стороны, пиарятся законы, которых нет, я это рассматриваю, конечно, как обман людей. Так, откровенно скажем. Ну, правильно, да? Как пиарить закон, а его нету. Значит, это интрига, как минимум, хитрость. И она не направлена на поддержку. Но, с другой стороны, если собрали 500 тысяч к нашим 15 тысячам собранных, то получается, по факту, что собрали именно за тот законопроект, который мы внесли в Госдуму. Естественно, других-то нет. Других нет. Абсолютно точно. Поэтому большое спасибо за помощь, уважаемым коллегам. Я считаю, что это совместная работа. Совместная работа. Я думаю, что 515 тысяч подписей за законопроект о запрете чиновникам иметь имущество за рубежом, это уже серьезная гарантия того, что этот законопроект будет не только рассмотрен, но и принят. Я думаю, что нужно те документы, 15 тысяч подписей, которые подготовлены направить в Государственную Думу, приложить к ним ссылку на полмиллиона подписей, которые есть в «Единой России», это позволит ускорить принятие закона. Ну, так и сделаем. Кроме того, да, мы должны еще поблагодарить уважаемых коллег, потому что им удалось и решить проблему официального отзыва правительства. Потому что, как вы знаете, правительство направило документ о том, что оно позже. Вначале оно нам отказало, как вы помните, сказало, что наш закон неправильный противореческой институции, но потом оно поддержало более жесткую редакцию и поддержало, что оно правильно, и в первом чтении принимать его можно. То есть, тем самым оно отменило предыдущую отрицательную пою. Видите, какая борьба идет вокруг этой истории? Отменило предыдущую бумагу. То есть, дорога для принятия закона нашего с вами расчищена. Его надо просто принимать, потому что других нет законов на эту тему. Ну, в общем, здесь новости исключительно позитивные. Позитивные. Я буду обращаться в профильный комитет об ускорении принятия закона, тем более он поддерживается президентом страны. Ну и, наконец, третья новость, которая на прошедшей неделе была, это вы от своего имени, депутат, внесли поправки в бюджет 2013 года. Я вот хотел попросить вас поподробнее рассказать об этом. Мы с вами эту тему обсуждали ранее тоже на рабочей группе законопроектов. Просто статус поправки, он как бы ниже статуса закона. Поэтому более простое действие. И суть-то очень простая. Мы видим, что в бюджете на сегодняшний день введено так называемое новое принцип формирования бюджета под названием бюджетное правило. Суть этого принципа следующей. Мы понимаем, что доходы бюджета следующего года будут порядка 14 триллионов рублей. Но по бюджетному правилу мы эти доходы искусственно уменьшили на триллион ежегодно. И полученный освободившийся триллион, который мы не направили на социальные расходы. И, кстати, не направили на выполнение указа президента, за что президент объявил в свое время выговоры трем министрам. То есть бюджет не выполняет в полном объеме позицию, которую занимает президент, который требует от правительства более тщательного выполнения его указов по социальной сфере. Так вот этот триллион почему-то из бюджета изъят, который мы получим в результате доходов. И эти доходы подтверждают все расчеты Министерства экономики. И по бюджетному правилу направлен на выкуп дополнительных долларов и евро через международные резервы. То есть в резервный фонд направляется. В резервный фонд и фонд будущего поколения, которые хранятся в иностранной валюте. И фактически эти деньги направлены на выкуп тех долларов и евро в размере триллиона рублей, которые сейчас, как вы помните, Бернарнки и Европейский Центральный Банк активно печатают. То есть они сейчас борются с кризисом, печатая, активно печатая. Мы покупаем доллары и евро и еще на эти доллары и евро покупаем американские долговые и европейские долговые облигации. Но при этом мы вот эти свежие, напечатанные, необеспеченные еще теплые бумаги выкупаем с мирового рынка финансового и валютного. Тем самым позволяя Бернарнке и Центральному Банку их дальше печатать. То есть мы помогаем европейской и американской экономике не только за счет эмиссии рубля, как у нас делает ЦБ традиционно последние 20 лет. Но теперь к этому мы подключили уже и собственный бюджет страны. Но это важно подчеркнуть. То есть к тому, что мы выкупали еще триллион на 2013 год. Да, дополнительно, но из бюджета страны. Из бюджета страны. То есть сократив социальные расходы, понимаете. То есть мы меньше платим, например, зарплат, меньше даем денег на пенсии, меньше даем деньги на здравоохранение, на образование, для того, чтобы поддержать европейские и американские народы путем выкупа их доллара и евро. Это же сейчас так сложно, поэтому как же их не поддержать. Мало того, они об этом и просили. Если вы обратите внимание, к нам приезжал премьер-министр Италии, именно об этом официально и просил. Он сказал, что у них сложности в Европе. Кризис просил увеличить финансовую поддержку со стороны России, Европе в данном случае. И я думаю, дело официально совершенно. И тогда возникает вопрос, в чем вот та бюджетная поправка, то есть ее смысл? Смысл поправки, который мы мы сделали следующий. Мы предложили эти деньги не направлять на поддержку европейской и американской экономики. Мы предложили эти деньги направить на другие цели. Там есть много у правительства возможностей, куда направить эти деньги. То есть целый набор законом предусмотрен. Мы запретили только поддерживать европейскую и американскую экономику, то есть выкупать международную валюту и международные ценные бумаги. Соответственно, у правительства есть ряд направлений, куда он может направить. Наиболее, я считаю, правильное направление – это поддержка российской экономики. То есть правительство вполне, а в сумме, это, между прочим, ни много ни мало, но за три года 240 миллиардов долларов. Так вот, если мы посчитаем. Даже если перейти в привычные нам рубли, если я не ошибаюсь, у меня, поправьте, если я ошибусь, расходная часть бюджета 2013 года планируется в 12 триллионов рублей. Еще один триллион дополнительный. То есть это одна двенадцатая часть. Плюс вы посчитаете еще предыдущие накупленные резервы. То есть в совокупности это 7 триллионов рублей. Вот моя поправка весит 7 триллионов рублей. Больше половины бюджета. Конечно, да. Которые мы предлагаем направить на поддержку российской экономики. То есть на то, чтобы началось строительство предприятий, создавались рабочие места, производилось больше товаров, услуг, и тем самым начала крутиться экономическая машина. Соответственно, увеличились налогообложения, налоги, увеличились рабочие места, зарплата и все остальное. Вот в чем суть этой поправки. То есть я предлагаю эти деньги направить на цели любые другие, кроме поддержки, кроме подарка Соединенных Штатов Америки и Европы. Вот давайте мы не в том состоянии российский народ, не такой он самый богатый, чтобы сегодня помогать более богатому американскому народу. Делать такие дорогие подарки. И, соответственно, возникает вопрос, какой механизм прохождения вот этих поправок, чтобы можно было за ними как-то следить, нашим читателям и единомышленникам. Бюджет будет рассматриваться приблизительно через пару недель. Комитет начнет его рассматривать уже на следующей неделе. И дальше мы будем продвигать эти поправки для того, чтобы они были приняты при осмотрении бюджета во втором чтении. То есть будет большая таблица поправок, там будут тысячи, вот среди этих поправок будет наша подготовлена нами. Целем, куда может правительство расходовать деньги, полученные сверх установленным бюджетным правилом «Порога доходов Российской Федерации». Вот так она звучит. И есть еще один момент, который тоже здесь надо бы обсудить. Еще третий момент, очень интересный. Одновременно правительство выступило с инициативой и заложило ее в бюджет, выкупить порядка, взять в долг у европейцев приблизительно на триллион рублей еще долгов и тут же под 5,5% годовых. Это не тот триллион, это другой триллион. Еще дополнительный. И тут же эти деньги разместить там же приблизительно под 1% годовых. То есть такой вот интересный бизнес по-русски. Берем по 5,5% и тут же размещаем по 1%. Но это дополнительный механизм поддержки европейской экономики, потому что опять же у Европейского Центрального Банка это как бы специфическая помощь Европе уже. Не Европе и Америке, а только Европе. Потому что у Европейского Банка сложности, ему надо кредитовать Грецию, Испанию и ему для этого, конечно, нужны деньги. Мы, как можем, очень добрые в России люди, страна, правительство помогаем нашим бедным европейским жителям. Я думаю, что абсурдность этих действий поймет любой человек. Мы же не берем в долг под большой процент, чтобы немедленно дать в долг под маленький. А разница серьезная. Берем под 5,5%, а отдаем под 1,7%. Я считаю, что было бы более честно просто в бюджете написать вот такую-то сумму, например, 50 миллиардов ежемесячно будем просто в качестве субсидий отправлять, допустим, в Европу. В.Путин Алексеевич, тогда можно назвать это данью. Поэтому приходится все это... В.Путин Алексеевич, тогда очень сложно все это запутывать, чтобы никто не понял, что это на самом деле прямая дань и ничто иное. Я понимаю, да, но если раньше дань там вывозилась на телегах, то сейчас все-таки современный век, дань перечисляют центральные банки, перечисляют правительство через разные такие схемы. То есть есть современные методы обеспечения данью, в данном случае победителя, это Европа, союзники Соединенных Штатов Америки, победившие нас в 1991 году. В.Путин Алексеевич, тогда вы упомянули центральный банк, собственно говоря, последний законопроект, который я хотел спросить, чтобы вы рассказали нашим уважаемым зрителям, как там дела сейчас с законопроектом о национализации центрального банка. Ну, закончил уже рассылку, готовится к рассмотрению профильным комитетом и в целом Государственной Думы. По нему еще отсутствует позиция правительства, правительство затягивает пока предоставление своей позиции. И отсутствует реакция других субъектов законодательной инициативы, которая позволяет профильному комитету его рассматривать. Учитывая, что мы уже столкнулись, например, с такой же методом борьбы с нашими законами под названием волокита и саботаж, например, в законе о демонстрации финансирования СМИ иностранных агентов, когда средства массовой информации получают эту настроенную помощь, они по нашему предложению должны указывать, что они эту помощь получают. Вот этот закон, например, не получает уже официального бумага правительства четыре где-то месяца, хотя обязаны месяц. Месяц, да. Вот я не исключаю, что с Центральным банком начинается такого рода похожая интрига. То есть идет как бы такой подковерный саботаж этого проекта. Мы же понимаем, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с серьезной страной, с Соединенными Штатами. У него серьезная инфраструктура, влияние в России, система управления в России, влияние на всех чиновников. У них есть номенклатурные товарищи, которые работают на всех уровнях власти, а номенклатура Соединенных Штатов Америки. И, конечно, у них очень много здесь инструментов и влияния на любые законы, проекты и так далее. Это, кстати, показывает очень хорошо переписка американского посольства, которая опубликована в Викиликсе, когда американский посол просто принимает решение в отношении того или иного закона, госсекретарь утверждает это решение, и дальше в России соответствующие чиновники получают из штатов команду, что с этим законом делать, принимать, водоизменять и так далее. Поэтому, я думаю, это работает вот этот механизм, потому что никто не хочет терять свои где-то 300 миллиардов долларов в год. И этот механизм сегодня выглядит как торможение нашего закона. Думаю, что по-любому этот закон будет принят в той или другой конфигурации, когда существенно изменится политическое обстоятельство в России. Эти политические обстоятельства сейчас будут меняться в связи с позицией Путина. То есть мы ожидаем, что Путин займет более... Я просто знаю, что эти процессы постепенно идут в более активную позицию. Это толкнет все наши законы, которые немножко притормаживаются, и они ускорятся их принятием. Да, но можно представить, как будет тормозиться закон о Центральном банке без вот этого дополнительного усилия. Если закон о НКО, который несравненно менее важный, 4 месяца тормозится, что Центральный банк может всю жизнь тормозить, потому что это будет притормаживать ключевой закон. Это ключевое на большие деньги, согласен, да. Хотя с точки информационной, первые тоже не слабенькие, потому что когда люди увидят, что некоторые центральные каналы являются иностранными агентами, для некоторых будет удивительно. И они, по крайней мере, для человека, зрителя, будет объяснено, почему этот канал постоянно показывает убийство, изнасилование, происшествие, гадости, и поливает его собственную родину. Он поймет, потому что есть такая работа, за нее платят. Поэтому тот закон тоже важный. Здесь такая работа Родины придавать, да? Ну да, 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 да. Кошмарить Россию, ее давить, не давать ей возможности поднять голову и создавать плохую, постоянно желание куда-то уехать, что здесь все плохо и так далее. Не дать возможности поднять головы, как говорится. Это такая работа, пропагандистская работа, элемент оккупационной машины, очень важнейший. Поэтому тот закон тоже немаловажный. Но если мы говорим о Центральной Банке, тут мы тоже видим существенную поддержку. Потому что в принципе поддержал Владимир Владимирович Путин на Дальнем Востоке, когда он сказал, что надо отказываться от доллара как мировой, единственной мировой резервной валюты, если вы помните. Это полностью укладывается в логику нашего законопроекта. Об этом же говорил председатель правительства в Ялте. То есть косвенная поддержка. Кроме того, если вы заметили, что началось формирование так называемого мегарегулятора на базе Центрального Банка. Что такое мегарегулятор на базе Центрального Банка? Это Центральный Банк фактически вводит в систему управления правительством Российской Федерации. То есть систему государственной власти. Потому что мегарегулятор это орган, который обязан подчиняться вертикали власти, как контрольный орган. Тем самым решает главную проблему, которая заложена на нашем законе. Это проблему, по которой Центральный Банк обслуживает, является сборщиком Дании и работает, и живет, и обслуживает иностранную оккупационную машину. В этом случае через механизм мегарегулятора правительство его заводит в контроль правительства, национальных органов, меняет закон о Центральном Банке тем самым, кстати. И в принципе начинает подходить к решению тех же целей, которые ставит и наш закон. То есть происходит такое, мы зажимаем Центральный Банк как бы в клещи. У нас более жесткая лобовая атака, делать его наполовину государственным. А в данном случае президент через своих людей в правительстве предлагает более мягкий вариант, но по сути той же самой направленности. Это выселяет нас уверенность, что уж совокупными усилиями мы проблему национализации Центрального Банка решим. Должны решить. Как говорится, одно дело делаем. Евгений Алексеевич, большое спасибо, что ответили на эти важные вопросы. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok